Еще один вопрос. Ваххабиты обвиняют нас шиитов в ширки. Были ли ученые Ахлисуина старые, вплоть до Мухаммада ибн Абдул-Ахаба, которые также обвиняли бы шиитов в ширки? Или это обвинение в адрес шиитов появилось недавно вследствие невежества ваххабитов? Были ли ученые Ахлисуина до ваххабитов, обвиняющих, обвинявших шиитов в ширки? Я по крайней мере не встречал, то есть не встречал ни одного суннитского ученого, суннитского мыслителя, который был бы до Мухаммада ибн Абдул-Ахаба и который назвал бы шиитов многобожниками или могилопоклонниками. Даже ибн Теймия, который в какой-то мере считается основателем ваххабизма, даже от него я не встречал ни одного высказывания, ни одного хотя бы намека на то, что шииты являются многобожниками или могилопоклонниками. Если кто-то приведет хотя бы одно высказывание от ибн Теймии или от каких-нибудь других суннитских ученых, которые предшествовали Мухаммад ибн Абдул-Ахабу относительно того, что шииты являются могилопоклонниками или многобожниками, то пускай предоставят, мне интересно, я бы с удовольствием изучил бы. Но насколько я знаю, никто этого не утверждал. Ни один ученый, ни один мыслитель, ни один мухаддис не обвинял шиитов в многобожии или в могилу поклонничестве. В особенности в могилу поклонничества, обратите внимание, ваххабизм это вообще крайне абсурдная идея. Почему? Потому что люди, обратите внимание, из самых-самых первых веков посланник Аллаха с.а. похоронен прямо рядом со своей мечетью. Рядом с ним похоронен, то есть это вплотную похоронен посланник Аллаха с.а. похоронен вплотную к своей мечети. Рядом с ним похоронен Абуакр и Умар, похоронены. И над ними возведены сооружения, которые существуют по сей день. И ваххабиты не осмеливаются разрушить могилы этих людей и сооружения, которые над этими людьми. И эти сооружения сейчас находятся впритык к мечети пророка. То есть, если шииты, которые строят мечети рядом со своими имамами, со своими непорочными, являются могилой поклонниками, почему же тогда вы сами не являетесь могилой поклонниками? У вас в Медине, это же ваша Аравийская, Саудовская Аравия, это же ваша страна, вы владеете этими городами. Почему же вы не многобожники? Почему вы не могила поклонники? Это вопрос, на который у них никогда не будет и нет ответа. И почему вы первых сахабов, почему-то абьинов могилы поклонниками не называете? Они же тоже поклонялись в мечети пророка рядом с могилой пророка, рядом с могилой Умары, рядом с могилой Абуакра. Почему? Почему они не могила поклонники? Поэтому это, конечно же, как совершенно точно подчеркнул брат в своем вопросе, это обвинение шиитов в могилу поклонничества, многобожии, это является исключительно прихотью и невежеством Мухаммада ибн Абдул-Вахаба и его последователей в лице вот этих вот невежественных ученых, там Али-Шейх такой-то, Али-Шейх такой-то, слепой такой-то и так далее, одноглазый такой-то и так далее. То есть их невежество, их прихоть привела. И мне очень сложно себе представить какого-либо суннистского ученого, который до Мухаммада ибн Абдул-Вахаба называл бы шиитов многобожниками или могилы поклонниками. Почему? Объясню. Потому что превалирующее учение в суннинизме это то, что все, кто молятся в сторону кибли, они являются мусульманами, являются единобожниками. И помимо этого в суннистских сборниках хадисов неоднократно передаются слова посланника Аллаха, салаллаху алейхи ваалю салям, относительно того, что его светлость не боялся, что после него его умма впадет в многобожие. Он говорил, что я не боюсь, что вы вернетесь в многобожие, что мусульмане вернутся, моя умма вернется в многобожие. Поэтому суннистские ученые, передавая эти хадисы, не могли невежественно кого-то из мусульман обвинять в многобожие или в могилу поклонничества и так далее, и так далее, и тому подобное. Помимо этого, вообще идея обвинения шиитов в могилу поклонничества, идея обвинения шиитов в многобожие основана на невежественном учении Мухаммада ибн Абдул-Вахава. То есть на том, как он определяет вообще поклонение. Обратите внимание, в «Усуль-уддин-эль-Исламе», это книга Мухаммада ибн Абдул-Вахава, на седьмой странице, это буквально начало, он отвечает на вопрос, «Махи аль-Ибада» – что является поклонением. Он говорит, «Аль-Ибадату хия гаяту л-худу ваттадаллур». Что это некое поклонение, это самоприниженность. «Ва гаяту л-хуб» – и что это любовь? «Ваттааллук лиман фаалал аляху далика». И привязанность к тому, ради кого человек это действие совершает. «Ва би-ибаратин ухра» он говорит, «Я исмун джамиюн ликулли ма, ликулли ма юхиббуху Аллаху ва ярдаху мин аля мариза ахрят и вальбаттинам». То есть это является таким объединяющим названием для всего того, что любит Аллах и чем доволен Аллах. Но обратите внимание, как он определяет поклонение. Он говорит, это любовь и привязанность. То есть если вы любите свою семью, это ясно, недвусмысленно, четко исходит из его слов. Если вы любите свою семью и ради своей семьи что-либо делаете, «Ваттааллук лиман фаалал аляху далика». И что-то для этой семьи делаете, то вы поклоняете своей семье. Он говорит, поклонение – это привязанность к тому, ради кого человек совершает это действие. То есть если вы совершаете какое-то действие, и для кого-то совершаете это действие, и вы для этого, для кого совершаете действие, то есть к нему привязаны как-то, это поклонение, вы уже многобожник. Поэтому критерием единобожия Мухаммад ибн Абдул-Вахаба не соответствует вообще ни один человек, в том числе и сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Но Мухаммад ибн Абдул-Вахаб тоже является многобожником, согласно его же собственным определениям. Или же, допустим, на другой странице, на восьмой странице Мухаммад ибн Абдул-Вахаб той же книги, отвечая на опрос, какие бывают примеры поклонения, говорит, что примеров поклонения много. И он перечисляет. Аль-Ислам, ва-Л-Иман, ва-Л-Ихсан, ва-Дуа, ва-Л-Хов. Страх, говорит, обратите внимание, страх. Если вы кого-то боитесь, то вы поклоняетесь ему. Ва-Л-Ихсан, надежда. Если вы на что-то или на кого-то надеетесь, это уже поклонение. И так далее. То есть просто ознакомиться его высказываниями, его учениями. Ни один ваххабит, то есть любого ваххабита можно назвать многобожником и отрезать ему голову. Согласно ваххабизму, абсолютно любому салафиту, любому ваххабиту, начиная от Абу-Бакра, то есть любому человеку, любому мусульманину, начиная от Абу-Бакра и заканчивая самыми последними вот этими вот ваххабистскими учеными. Всех их можно просто зарезать за то, что они многобожники. Ну, кого-то боятся, у кого-то что-то просят, на кого-то хоть надеются, ради кого-то из-за своей привязанности что-то делают, из-за своей любви ради кого-то что-то делает, да кто-то. Но просто вопрос в том, что у Мухаммада имена Абдул-Ваххаба и вообще у ваххабитов была политическая цель, были политические мотивы. И выдвигая вот такое вот учение, выдвигая вот такое вот определение поклонения, они практически всех-всех людей абсолютно, всех без исключения, начиная от пророков, вообще всех абсолютно объявили многобожниками. Но применяли они это выборочно. Где им было выгодно обвинять человека в многобожии? Или, допустим, ради его имущества, ради его дома, ради его жены или еще ради чего-то, еще ради власти выгодно было обвинять? Они обвиняли, сражались с ним, убивали, если могли. А где не было выгодно, например, между собой. Они, пока у них нет выгоды, они друг друга терпят. Как только выгода появляется, тут же объявляют друг друга мушниками, многобожниками, начинают сражаться, резать друг другу голову и так далее. То есть, применялось выборочно, но само положение, оно охватывало всех. То есть, все люди, совершенно начиная с пророков и заканчивая обычными людьми, согласно определению Мухаммада имена Абдул-Ахаба, являются многобожниками. Все совершенно, абсолютно без исключения. Но использовали они выборочно. Сначала они повырезали хамбалитов, суннитов на Аравийском полуострове. Сейчас они успокоились, уже суннитов не трогают. Но, хотя нет, и суннитов тоже трогают, называя их там салафитами. Те люди, которых они салафитами называют, да, тоже обвиняют могилу по оконочке в ширке. Но на Аравийском полуострове у них пыл немножко приумерился. Но шиитов также по каким-то своим политическим соображениям, ибо Саудовская Аравия – это все-таки слуга Израиля и Соединенных Штатов. У них все еще есть интерес обвинять шиитов, в частности Иран, в многобожии и в могилы поклонничества. А так, это всего лишь следствие невежества и такой политический, скажем, ход.